Практически первая или вторая пуля попала мне сразу в глаз, прямо в глаз. Я думал, что она попала в веко, поэтому не ожидал такого урона. Я сразу закрыл этот глаз и спрятался за угол. Дима Чижевский потерял зрение в одном глазу в результате гомофобного нападения. Мне крикнули, куда побежал пидор. В результате они прострелили мне глаз с этого воздушного пистолета. Несколько раз меня ударили, а потом убежали. В июне 2013 года российские власти приняли закон, который фактически легализирует дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. Как следствие мы видим эскалацию нападений, преследований и дискриминацию лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, а также тех людей, которых могут воспринимать как ЛГБТ. Я подбежал к месту проведения акции, достал плакат с надписью «Остановите ненависть». На встречу мне тут же выбежали два человека в темных куртках, в шапках. Они повалили меня с ног и начали бить в область головы, шеи, плеча. У меня очень закружилась голова, и я упал в мокрый снег. И потерял сознание. Human Rights Watch задокументировала десятки случаев физического насилия и преследований ЛГБТ и ЛГБТ-активистов России. Мы обнаружили, что российские власти практически ничего не делают, чтобы остановить насилие, наказать виновных, а также предотвратить дальнейшее насилие. Когда речь идет о том, что люди приходят с заявлениями в полицию, если говорить про официальные ответы, то нам могут отвечать, что это не преступление ненависти, потому что большинство российского общества ненавидит геев, и поэтому это бытовое. То есть такое нормальное явление, вот ненавидишь геев, побил геев, вот с чем, в общем-то, не бытовое преступление. У меня опыт общения с полицией и вот такой вот опыт быть пострадавшим, потерпевшим навел на ощущение того, что для них абсолютно не важно, что произошло. Несколько недель назад мы получили, по сути, последнее извещение о том, что мы приостанавливаем дело, мы не можем больше ничего сделать, и если ничего не изменится, оно так и будет где-то лежать. Из-за бездействия и неспособности российских властей защитить ЛГБТ-сообщество от насилия, многие ЛГБТ уезжают из страны. Я имел свою жизнь, она мне нравилась, у меня была моя работа, у меня были мои друзья, у меня был мой круг общения, у меня была моя семья. Я никогда не думал о том, что я должен буду ехать куда-то, тем более в эмиграцию. Я никогда к этому не стремился. Субтитры создавал DimaTorzok